Переработка на предприятиях области максимума древесины, заготавливаемой в регионе, а также выпуск продукции, востребованной на отечественном и мировом рынках. Такую задачу поставил губернатор Игорь Руденя перед лесной промышленностью Верхней Волжья. В ближайшие пять лет на территории Тверской области будет реализовываться государственная программа, направленная на развитие лесного хозяйства края. Обо всех ее деталях в материале съемочной группы нашего телеканала. Работа над масштабной государственной программой лесное хозяйство Тверской области, рассчитанной на ближайшие пять лет, началась в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина. Вплоть до 2026 года на территории Верхней Волжья, как и во всей стране, будет реализован целый комплекс мер, направленных на системное развитие лесопромышленного производства. Прежде всего, отметил, открывая очередное заседание областного правительства губернатора Игорь Руденя, это государственная поддержка проектов по развитию и созданию новых предприятий по глубокой переработке древесины. С 2022 года вводится запрет на экспорт необработанного леса. В этой связи предусматривается комплексная цифровизация отрасли. Будут существенно увеличены объемы качества мероприятий, которые направлены на защиту и воспроизводство лесов. На сегодняшний день лесной фонд – один из ключевых активов Верхней Волжья. Лес занимает более половины территории Тверской области, а средние или крупные предприятия лесной промышленности работают практически во всех муниципалитетах региона. Как подчеркнул Игорь Руденя, в ближайшие годы отрасль должна стать одним из драйверов региональной экономики. Для этого, отметил губернатор, в дополнение к федеральным, в Тверской области будет реализован комплекс региональных мер поддержки Леспрома. Прежде всего, меры поддержки для создания новых высокотехнологичных рабочих мест. Это создание производства по переработке, более комплексной переработке древесины. Это лесовосстановление, это лесоохрана, это борьба с пожарами. Но прежде всего, конечно, это эффективное использование древесины и уже модернизация, и, как я сказал, создание новых предприятий. Сейчас из почти 5 миллионов гектаров лесного фонда региона в аренду пользователям передано свыше 3,5 миллионов. Из 77 арендаторов 29 занимаются деревообработкой. За прошедшие 4 года выросли бюджетные платежи за использование лесов. С 236,4 миллиона рублей в 2017 до 382,9 в 2020. Регион активно восстанавливает природные ресурсы. В 2020 году лесовосстановление проведено почти на 20 тысячах гектаров, тогда как в 2017 цифра составляла 17,8 тысяч. В перспективе отношения площади вырубленных и высаженных деревьев планируют довести до 100%. Ещё есть задача, которая связана с выводом из серой зоны предприятий, которые работали в промышленном комплексе. Это пилорамы, это маленькие предприятия, работающие в муниципальных образованиях, которые либо работают с неучтённым сырьём, либо работают с гибридной схемой. Часть учтённого, часть неучтённого сыря. Как отметил Игорь Рудени, успешность реализации региональной программы лесное хозяйство Тверской области будет оцениваться по таким критериям, как число официальных рабочих мест, а также количеством налогов, которые поступят в бюджет региона.